В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгски». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Коронавирусу объявили войну. О том, как защитить Выборгский район от опасной инфекции, обсудили на заседании Санитарно-противоэпидемиологической комиссии. Внеплановые каникулы. Студенты перешли на дистанционное обучение. Он приехал из прошлого. Книгу о Выборгском трамвае презентовали в библиотеке ААЛТА. На сегодня случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Выборгского района не зарегистрировано. Информация была озвучена на заседании Санитарно-противоэпидемиологической комиссии. О том, какие меры предпринимаются для минимизации рисков, расскажем в следующем материале. Заседание Санитарно-противоэпидемиологической комиссии прошло в расширенном составе. В нем приняли участие представители сферы здравоохранения, образования, Роспотребнадзора, МЧС, таможенной службы, правоохранительных органов, районы администрации и нескольких поселений Выборгского района. В настоящий момент под медицинским наблюдением находится порядка 40 человек, вернувшихся из заграничных поездок. Случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. По информации руководства учреждений здравоохранения сформирован необходимый неснижаемый запас лекарственных препаратов. Организованы дополнительные выездные медицинские бригады. Действует горячая линия. Организована горячая линия по номеру 34695, по которой все граждане, прибывшие из-за границы, должны звониться и сообщить время пересечения границы и место, где они за границей были. По сигналу выйдет бригада для забора анализов всем этим пациентам на дому. Прошу минимизировать посещение поликлиники, потому что в настоящее время лучше медицинский сотрудник приедет к пациентам домой. Некоторые пациенты с подозрением на коронавирус уже были направлены на обследование в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга. К счастью, факт заражения не подтвердился. Сегодня созданы условия для разграничения основного потока пациентов и посетителей, имеющих признаки острых респираторных заболеваний. В городских поликлиниках оборудованы кабинеты с отдельным входом для лихорадящих пациентов. Если человек почувствовал недомогание, озноб, температуру, не стесняться вызывать врача на дом. И после посещения врача врач определит степень заболеваемости, ну и, естественно, наминование этой болезни. Информацию по вопросам вызова врачей на дом выборжцы могут получить на официальном сайте межрайонной больницы. Зам. главного врача учреждения Владимир Серов рассказал о разделении пациентов на три условные категории. Три категории пациентов будет, да, как мы говорили. Пациенты, прибывшие из-за границы без какой-либо клиники. Они отзваниваются по этому телефону, им выдается дистанционно больничный лист. Вторая группа – это пациенты, которые прибыли из-за границы, у которых есть какая-то клиника, температура, клиника ОРВИ. Те пациенты тоже отзваниваются по телефону горячей линии и к ним выезжает на дом сотрудник поликлиники. И третья группа пациентов, которые нигде не были, клиники нет, но они хотят провериться. В поликлинике будет организован с 9 часов утра до 11 часов. Забор анализов на коронавирус желающим. Сдать необходимые анализы могут также пациенты Первомайской и Приморской больниц. В дальнейшем биоматериал отправят в лаборатории Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что Геннадием Орловым было принято решение об обеспечении дезинфекционными средствами социальных учреждений Выборгского района. Отменены все культурные и спортивные мероприятия. Численность участников остальных значительно сокращена. Принято решение, если раньше губернатор своим распоряжением ограничил посещаемость массовых мероприятий, культурных, спортивных и так далее, до 300 человек, мы приняли решение сократить эту численность до 50 человек. Будет закупаться дезинфицирующие средства для бюджетных учреждений. Еще раз повторю, для всего района это школы, детские сады, музыкальные школы, домокультуры и так далее. Закрыты учреждения дополнительного образования. Растет число школьников, перешедших на свободную форму посещения. Как и по всей стране, в Выборгском районе увеличен срок весенних каникул. Они продлятся с 23 марта по 12 апреля. Однако вызывает опасение тот факт, что дети, освободившись от школьных занятий, время проводят вне дома. Так как у нас объемы на свободное посещение, вчера на свободное посещение у нас около было 2300 человек детей, сегодня в два раза больше. Сегодня 4350 человек детей выбрали форму свободного посещения. Единственное в этой ситуации беспокоит то, что старшеклассники, выбрав свободную форму посещения, находятся дома, гуляют, посещают. Дома не находятся, в кубусе. В кубусе тусуются. Да, и это еще больше вызывает тревогу, чем они были бы, допустим, образовательным учреждением под контролем учителей. Что касается продовольственного обеспечения, то ажиотаж, созданный потребителями, напрасный, утверждают специалисты. Сетевые магазины сообщили об отсутствии дефицита продуктов и предметов первой необходимости. Мы начали мониторинг наличия товаров первой необходимости в торговых сетях и на оптовых складах, которые занимаются у нас поставками в детские учреждения и организации школьного питания. Оптовые наши базы и исполнители по контрактам организации школьного питания говорят о том, что проблем с поставками, у них нет в логистических центрах, находится достаточно большой запас продуктов. И говорить о том, что будет какой-то у нас дефицит на какие-либо товары, не приходится на сегодняшний день. Помимо этого, объявлена война искусственному завышению цен. Жители, заметившие существенное повышение стоимости товаров в какой-либо торговой точке, имеют право сообщить об этом в прокуратуру и ОМВД. Для дополнительного информирования населения о профилактических мерах на территории района будут размещены специальные баннеры, распространены листовки. Руководителям организации предписано обеспечить санитарный режим и обработку рабочего пространства. Многие предприятия уже перешли на удаленную работу. Отметим, что при администрации создан штаб по противодействию распространению коронавируса. Он работает на регулярной основе. А мы напоминаем, вызвать врача на дом можно по телефонам детской и городской поликлиник. Гражданам, приехавшим из стран, входящих в группу риска, следует позвонить на горячую линию Выборгской межрайоны больницы или областного комитета по здравоохранению. Номера на ваших экранах. Коридоры и классы в Выборгском филиале ЛГУ имени Пушкина опустили. До 20 апреля все студенты отправились на внеплановые каникулы. Однако карантинные меры – не повод забросить учебу, бездельничать не придется, занятия продолжатся дистанционно. Педагоги выкладывают задачи, на сайте и в социальных сетях, а индивидуальные консультации готовы проводить по скайпу. Выполненные упражнения преподаватели принимают по электронной почте или в виде фотографий по телефону. Все студенты наши обеспечены учебными пособиями. У нас библиотечный фонд достаточно большой и учебники у них на руках. Но кроме учебников они могут пользоваться нашей внутренней системой. Это электронно-библиотечная система Юрайт. Доступ у каждого студента, всех до единого, получен еще в сентябре начала учебного года. И если какие-то дополнительные задания нужно выполнять, то они могут вполне войти в эту библиотечную систему и выполнить все задания, которые дает преподаватель, творческие, практические. Смартфоны и компьютеры уже давно лучшие друзья студентов. Так что трудностей с дистанционным обучением пока не возникает. Областные центры МАИ-документы усиливают профилактические меры по снижению риска заражения новым коронавирусом. В помещениях каждые два часа проводится уборка с применением специальных средств. В филиалах устанавливают рециркуляторы для очищения воздуха. Специалисты МФЦ призывают население по возможности обращаться за услугами онлайн через портал Госуслуг. Минимизировать визиты в абонентские отделы и использовать дистанционные сервисы рекомендуют также в компании «Газпром» газораспределение. Оплачивать квитанции удаленно призывают и в Едином информационно-расчетном центре. Связаться со специалистами филиала «ЕИРЦ» в Выборге можно по телефону 67040. Строительство футбольного манежа и установку памятника известному многим горожанам Псу Мишке обсудили члены Выборгского городостроительного совета на рабочем совещании. Когда и где ждать появления в городе этих объектов, выясняла наш корреспондент Анастасия Покатилова. В футбольный манеж с полноценным полем 105 на 68 метров, искусственным покрытием и трибунами на 800 зрителей появится в Выборге к 2022 году. Он предназначается для проведения как тренировок, так и соревнований различного уровня. Здание манежа будет расположено рядом с новым спорткомплексом на въезде в город со стороны Санкт-Петербурга. Хотелось бы отметить, что работа находится в начальной стадии. Предложенные варианты требуют доработки, как по планировочному решению, так и по цветовому. Здание получается довольно внушительных размеров, по высоте это порядка 28 метров, и внутри будет целый стадион, футбольное поле, которое перекрывается таким большим объемом. Поэтому для Выборга нам необходимо взвешенно подойти к проектным решениям, которые принимаются в проектной организации, чтобы потом не было стыдно за наш город. Также на рабочем совещании градостроительного совета рассматривался вопрос об установлении памятника псу Мишке, который долгое время жил у дома номер 15 на Ленинградском шоссе и был без преувеличения народным любимцем. После его смерти инициативная группа жителей Выборга решила увековечить память о собаке, предложив изваять бронзовую скульптуру. Единственный материал, который может максимально передать сходство. Камень это не сможет, все остальные, если это что-то другое нет, но мы хотим приблизить все-таки сходство. Это будет бронзовый памятник. К нам прислушалась и администрация. Огромное спасибо. Выслушали нас, посмотрели наши предложения по установке, по месту, по эскизу, по материалу. Мы пришли к очень хорошим выводам и дальше будем в рабочем режиме работать над созданием данного персонажа. Полностью хочу заметить, что полностью данный памятник будет создан на народные средства. По итогам совещания принято решение установить памятник бездомному псу неподалеку от того места, где его привыкли видеть горожане. Примечательно, что скульптура будет изображать Мишку лежащим. Именно таким он запомнился многим. Международный день леса отметят во всем мире 21 марта. Дату учредили по инициативе ООН в 1971 году. В этот день во многих странах проводятся разнообразные мероприятия, направленные на привлечение внимания населения к такой важной проблеме, как защита лесов и зеленых насаждений. Выборг не остался в стороне. Сотрудники пожарной службы и МЧС и воспитанники детского сада номер один провели совместную акцию. Посадили ели и украсили их памятными бирками, изготовленными ребятами. 90-летняя пенсионерка пострадала при пожаре в Светогорске. Сообщение о возгорании в доме на улице Красноармейской поступило на пульт дежурного в 22.05. На место выехали 4 пожарных расчета. Горело четырехэтажное здание общежития. Из огня были спасены 6 человек. 35 эвакуировались самостоятельно. Пожарные потушили огонь в половине второго ночи. Медицинская помощь понадобилась пожилой женщине. В состоянии средней степени тяжести ее доставили в Светогорскую больницу. Сейчас в причинах происшествия разбирается отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района. Родители, педагоги и представители власти на страже прав и здоровья несовершеннолетних. В Ленинградской области проходит единый родительский день. В рамках которого по традиции проводятся информационные мероприятия по вопросам безопасности детей. Так, в Выборгском районе работала телефонная горячая линия для родителей и опекунов. О том, что больше всего сейчас волнует мам и пап, в нашем следующем сюжете. Предупреждение появления деструктивного поведения детей, профилактика ухода ребенка из семьи и кибер-угрозы. Эти вопросы в числе главных тем акций «Безопасность 0+.». Она проходит в Ленинградской области в рамках единого родительского дня и призвана в доступной форме донести до мам и пап необходимую информацию. Вопросам безопасности жизни и здоровья подрастающего поколения посвятили горячую линию в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Выборгского района. На телефонные звонки отвечали специалисты управления опеки и попечительства, комитета образования, наркодиспансера, представители полиции. В свете последних событий самыми актуальными вопросами стали режим работы образовательных учреждений и свободное посещение. 17 марта у нас во всех образовательных организациях осуществляется перевод на свободное посещение обучающихся и учебных занятий по решению родителей. То есть по заявлению законного представителя и родителя возможен перевод на дистанционное обучение. То есть должен быть обеспечена возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения или дистанционных технологий. До какого момента учебный процесс будет осуществляться в таком режиме, комитет образования сообщит дополнительно. Родителям советовали напомнить детям о правилах поведения на дороге и не оставлять малышей без присмотра. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией большинство вопросов, конечно, сегодня касались школьных каникул и дальнейшего получения образования детей. Но на эти вопросы отвечали представители комитета образования. Также сегодня хотелось затронуть тему безопасного поведения в домашних условиях с огнем, с бытовыми электроприборами, чтобы детки были в безопасности. В дни школьных каникул необходимо также организовать полезный досуг своим детям. Кроме того, следует контролировать интересы детей в социальных сетях. Объяснить, что есть сайты только для взрослых. Предупредить, с каким негативом можно встретиться в интернете и чего нужно избегать. Самое главное – стать своему ребенку другом, которому он будет доверять. Тогда и защищать будет легче. Передвижные фоторадарные комплексы фиксируют нарушения скоростного режима. Как сообщили в Выборгском отделе ГИБДД, до 25 марта системы контроля работают на Шестаково-28 и на 10-м километре автодороги подъезд к пункту пропуска Брусничное. При осложнении дорожно-транспортной обстановки места их расположения могут быть изменены. Тем временем в Ленинградской области установят дополнительно 20 стационарных комплексов для автоматической фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима в населенных пунктах. Камеры начнут работать на региональных дорогах, в том числе в Выборгском районе. Настройка оборудования позволяет незамедлительно реагировать на любые попытки превышения скорости. Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одной из его задач является сокращение числа ДТП на региональных трассах. В библиотеке Альвара Алта презентовали русскоязычное издание книги о Выборге шведского писателя Пьера Рикхидена. О чем решил рассказать автор в своем произведении, узнала наша съемочная группа. Житель Стокгольма Пьер Рикхиден – гость в Выборге нередкий. На протяжении четверти века он по крупицам собирал материал для своей книги о Выборгском трамвае. Работал в основном с архивными данными, привлекал историков и экспертов по транспорту. Автор признается, что интерес к Выборгу у него появился еще в школьные годы. «Началось это все достаточно давно, примерно 60 лет назад. Тогда я ходил в школу, и в школе мы изучали историю Швеции. То время, когда она еще была великой державой. И в одном из наших учебников была фотография Выборга. На фоне замка я увидел небольшую коробочку, и меня заинтересовало, что же это такое было. Это был трамвай. И именно с этого момента начался мой интерес к Выборгу». Несколько лет назад книга была издана на шведском и финском языках и уже успела вызвать интерес у европейских читателей. Теперь же она переведена и на русский. «Чем больше я изучал этот вопрос, чем больше документов и материалов я находил по этому поводу, тем больше становился мой интерес к Выборгу и Выборгскому трамваю. И тем больше мне хотелось прочитать книгу, посвященную именно истории трамвайного движения в городе. Но когда у меня появилось такое желание, я понял, что такой книги нет. И раз ее никто не написал, это пришлось сделать мне». По словам генерального консула Швеции в Санкт-Петербурге, книга «Выборгский трамвай» поможет многим интересующимся историей сделать для себя новые открытия. «На русском языке выходит много шведских. Среди них, как вы знаете, конечно, больше всего книги для детей и книги детективного жанра. Но эта книга, несомненно, для многих особенная». Издание щедро наполнено историческими иллюстрациями. На знакомых улицах читатель видит непривычные глазурельсы. Трамвайное движение было запущено в Випуре в сентябре 1912 года и прекратилось 1 апреля 1957. Линия проходила по основным магистралям, соединяя центр города с его окраиной – современным южным микрорайоном. Примерно с 30-х годов маршрут стал кольцевым. Случались и дорожно-транспортные происшествия. «Курсировало, естественно, одновременно несколько вагонов. И, в принципе, марки вагонов менялись. Разный цвет они были – и желтый, и красный. Ну, а в зависимости от того, в составе какого государства находился город. На пересечении улицы Крепостной и Пионерской, вот на этом крутом повороте после спуска с Крепостной улицы, произошел трагический случай, где погибло несколько человек в итоге». Сегодня немалое внимание туристов привлекает макет Выборгского трамвая. Он является точной копией настоящего вагона столетней давности. «Не мог предположить, что благоустройство маленького сквера, в котором установлен трамвай, вызовет такой большой интерес среди жителей, туристов, гостей». По мнению горожан и гостей Выборга, установка макета трамвая именно в этом месте стала, несомненно, удачным архитектурным решением. Сегодня на его фоне делаются тысячи памятных фотографий. Что же касается книги, то она наверняка будет пользоваться большим успехом у читателей и выдержит не одно переиздание. «Добавь свою историю». Руководство Центрального музея Великой Отечественной войны в Москве совместно с Министерством культуры Российской Федерации реализует проект «Лица Победы». Фотографии и воспоминания о людях фронтового поколения станут частью экспозиции Всенародного исторического депозитария. Уже собрано более 150 миллионов фото и текстовых документов. Присоединиться к проекту и передать материалы из своего семейного архива можно с помощью сайта или мобильного приложения, отправить по почте или принести лично. Проект имеет международный статус. Возможность внести сведения о своих близких в исторический депозитарий предоставляется гражданам любой страны. Подробности на сайте музея и по телефону, номер которого на экране. На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город. Новости по-выборски» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова